Добрый день, дорогие друзья! С вами Серафима Морозова и у нас Ирина сегодня выходит из голода. Мы ее сейчас взвесили. У нее 147,3 килограмма вес, то есть почти 2 килограмма за это время. И сейчас она начнет принимать у нас сок. Здесь у нас шпинат, сельдерей, укроп, петрушка. Вот это все выдавлено. Здесь 35 грамм. И она будет ложечкой потихонечку принимать и рассасывать сок. Первый раз, каждые 2 часа. Давай, начинаем. Берешь в рот и вот тихонечку во рту держишь, держишь, держишь долго, как суп. Тебе надо, чтобы мозг получил информацию, что ты начала есть. Какой он тебе на вкус? Не сладкий, не соленый? Зеленка. Зеленка. Ну вот то, что тебе сейчас можно с чего начинать. Каждые 2 часа. Сегодня я его разбавила пополам, этот сок. И она будет пить вот разбавленный сок 2 дня. Именно зеленый. Потом начнем добавлять капусту, потом 1 сельдерей. Ну, пока вот неделю на соках. Как ты продержала 41 день? Легко. Легко, да? Легко и спокойно. Удивительно. Если бы не сказали, что 41 день, я бы не поверила. Ну да, мы же планировали сначала 3 недели хотя бы. А получилось вот так. Я просто не поверила, потому что можно так держаться и спокойно, и организм так переносит спокойно. Сейчас посмотрим, что будет. Ну, на выходе, когда тебя контролируют, тогда легко. Самому себя тяжело контролировать. А когда тебе принесли, дали, ушли, кухню закрыли с замоком, тогда тоже легко. Ну, вот самая первая еда, она самая сложная, потому что может быть такая слабость, знаешь, тошнота, потому что организм отвык от еды. И вот когда начинаешь есть, первой порции очень тяжело. Слабость. Просто хочется упасть и лежать. И это нормально. Поэтому сегодня ты у нас можешь лежать. Воду пока не пьешь. Сегодня вот ты будешь как раз каждые 2 часа это пока только пить. Но если захочешь пить, можешь пить. Вкуса как бы не должно быть никакого. Пока это муск отвык от вкуса, от всего. Он не хочет есть. Но запахи нравятся, да? Да. Запахи. Запахи нравятся. Готовить легко на голоде. Зеленка вкусная. Стравка. Ну да, здесь считай. Укроп, петрушка, шпинат. И очень-очень мало вышло зелени. Я замоку. Вот жмыха в основном один сок. И сельдерей. Две палочки всего. Ну, это тебе надолго. Там получилось больше 100 грамм. Я его еще разбавила. И теперь вот это тебе сегодня на полдня. А потом еще выдавим. Такое развлечение сегодня у нас будет. А на голоде очень легко готовить. Так какое творчество открывается? Ты и так хочешь. И так. И экономия какая. Ты продукты не выбрасываешь. Ты и так все экономишь. Я удивилась сама себе. Раньше бы я взяла, выкинула, не задумываясь. А тут думаю, нет, как это я выброшу? Надо что-нибудь приготовить. И начинаешь там что-то придумывать. И дети говорят, мам, ну почему ты так вкусно не готовишь, когда не голодаешь? Я говорю, а мне некогда. А на голоде как-то такое есть время в мозгах. И ты там уже придумываешь себе рецепты какие-то новые, какие-то специи. А ты остается чуть-чуть в продуктах, и начинаешь что-то умудрить. Да, новое блюдо. И дети нравится. Так что голодайте. Будьте с нами, следите за Ириной. Ирину будем выводить. Ноги перевязываем. Все делаем. Вот Ирина у нас тут сидит. Ножки у нее. Сама не верит в свой вес, да? Да. Так что давайте. Пока.